Здравствуйте! Сегодня я буду делать вытяжку или маточный раствор, его еще так можно назвать, из двойного суперфосфата. Суперфосфат бывает двойной, бывает простой. Обычно это удобрение вносят осенью или весной под перекопку. Простой суперфосфат вносится 50-40-50 грамм на квадратный метр. Двойной суперфосфат вносится 30-40 грамм на квадратный метр. Состав этого суперфосфата фосфор 50%, азот 15%, сера 6%. Я буду готовить сейчас маточный раствор для подкормки под корень своих цветов, которые находятся в фазе бутонизации. Если фосфора в почве не хватает, у растений будет слабая корневая система, мало завязи, следовательно мало плодов, слабые листья, слабые стебли. Растения не будут, именно цветы не будут пышно цвести, цветение будет непродолжительным. Поэтому сейчас, чтобы подкормить свои цветочки, я буду разводить раствор суперфосфата и покажу вам, как это сделать. На литровую банку кладем примерно 5 столовых ложек без верха суперфосфата. На литровую банку нужно 100 грамм. Это примерно 5 столовых ложек без верха. Плюс-минус граммы роли не играют. Растение возьмет столько, сколько ему нужно фосфора для питания. Проливаем кипятком, аккуратно, чтобы не лопнула банка. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня суперфосфат, смотрите, такого гранулы серого цвета, поэтому получилась серая болтушечка. Есть суперфосфат с белыми гранулами, тогда болтушечка получится молочного цвета. Как понять, что маточный раствор готов, на дне уже нет гранул. Вот при помешивании вы уже не чувствуете, как гранулы катаются по емкости. Значит, раствор полностью готов. Даем ему отстояться, чтобы на дно упал осадок. Получился вот такой осадочек. Сливаем всю жидкость до осадка. Осадок оставляем в банке. Некоторые поливают, размешивают и поливают вместе с осадком. Но я слышала, что эти гранулы делаются с добавлением гипса. И поэтому в осадок выпадает именно гипс. И я считаю, что лишний раз в почву добавлять препарат на основе гипса не нужно. Не гипсовать почву. Добавляем 50 грамм препарата на 10 литров воды. Это 100 граммовая рюмочка. Половина рюмочки на 10 литров воды. И вот этим раствором уже можно пролить растения. Но я еще в этот раствор добавлю 200 граммовую баночку перепревшего куриного помета. Это азотное удобрение. И фосфор лучше будет усваиваться растениями. Если в фосфорное удобрение добавлены азотные удобрения. Вот как раз куриный помет, перепревший, это очень сильное азотное удобрение. 50 грамм болтушки из суперфосфата и 200 граммовая баночка перепревшего куриного помета. Куриный помет заливаете водой и не меньше двух недель, чтобы он поиграл и перепрел. Потому что если сразу залить и пролить растения, вы их очень сильно пожжете. Помет у меня настаивался больше трех недель. На каждое растение примерно 2 литра раствора. У меня такие розы уже все на бутонах. Обязательно проливайте, чтобы грунт под растениями был влажный. Вот допустим, с утра пролили растения, вечером можно пролить удобрениями. Вот смотрите, какие уже бутоны на розах, уже вот-вот будут свистеть. Если вот такое растение небольшое, то хватит литра удобрения. Если роза вот такая огромная, большущая роза, то двумя литрами здесь не обойтись. Нужно будет литра три. Почему лучше проливать вечером удобрения? Потому что температура воздуха ночью падает. И нет такого испарения влаги, как днем. И растение успевает насытиться удобрением за ночь без его испарения, без испарения влаги. Поэтому желательно проливать все растения удобрением вечером. Вот такой пион огромный. Это моя гордость. Он какой-то шаровидный. Конечно же, добавлю литра три под растение. Потому что пион громадный. И ему нужно много влаги. Не бойтесь перевить таким удобрением растение. Так как растение возьмет фосфора столько, сколько ему нужно. На вот такие маленькие огурчики хватит и пол-литра. Томаты смотрите по своим кустам. Я сейчас проливаю полтора литра. И мне кажется, на такой кустик томата хватит вполне такого удобрения. На этом все. В общем, я вам показала, как разводить удобрения, как им пользоваться. Пусть ваши растения не болеют. Пусть зеленеют. Дают плоды. Всего вам хорошего. Удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok